Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше, а лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Что приумныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИП – сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы, чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артем, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся, ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. Ах, тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще? Из-за командования? Внимание, внимание! Как? Ну-ка, ну-ка, это что? По восстановлению базы «Ковчег». Всем, кто слышит это сообщение, всем, кто хранит присяги, объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Ну-ка. Возвращение 18-5. Повторяю. Так, где там надо этот? Точка сбора. Ага. Так, вот здесь, значит. Ага, гора, я вон там. Ясно. Маршрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там все руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится. Все, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация. А ну вы. Ну раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это... Это я мигом. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю анютины глазки. Да иди ты. Безюм. И еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня Утренней Зари и Крессер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивый риммер. Вообще норм. Но Крессер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда забр... Артем, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Я маю полный вперед. Есть! Вот я еду. Ничего себе, маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Леша? О, Ханечка. Ждал от Аврора стрелу в сердце. А получил от днебритого мужика пулю. Но мимо. Ты точно в порядке? Я ведь тебя знаю. Точно. А шрамы только украшают мужчину. Во! О, а там впереди барыши небось. Ого-го, а сколько? Куда мне много-то? Тут важно не числом, а умением. Здравия желаю. Ну что, Артем? Кажется, ты перед полковником цель поставил. Хоть и ненароком. Мы все помним, как ты в дыше издрался. Так что не важно, что впереди. Поддержим. Не сомневайся. Я вот тут инвентаризацию затеял. Деснота ведь. Я тут вроде с того что-то сообразить думаю. Чтобы инструмент, какой найдется, тоже тут пристроить. Будет все под рукой. А то закатится какая пружинка. Ищи его потом. Так что оружие разбирать, собирать, смазывать здесь будем. Чтобы под руку никто не подбивал, но лишь не топтался тоже. По очереди, правда, придется. Да ничего, разберюсь. Так что, если трофеи будут, приноси. Я проверю, переберу. Очень выяснил надо. В общем, назад получишь в лучшем виде. Эх, сколько я этих автоматов перебрал. И заводские, и самодельные. Такие конструкции попадались. Обалдеть просто. Так что, если чего по оружейному делу, вопросы какие. Не стесняйся, подходи. Автоматом, как девушка, подход требует. И смазанно, и почистить, и патронно проверить. А то, знаешь, с этим и самодельными патсулярами окистается гидзой иногда. Ну уж, если душу уложил, в бою не подведет. Вот, сейчас эту красавицу протру, и другую почистим. Артем, привет. Могли бы, между прочим, наверх позвать, за Аврору выпить, раз уж Гильзевула бы его не приняли. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ты, кстати, подменить меня пришел? Или так, размяться? Вот, говорят, механический труд успокаивает. Не врут, вообще-то. Это такое умиротворение, понимаешь? Идиот, говорит, динамическая медитация. Философ. Вот пришел бы, да помедитировал тут. Андрей Иванович, а вы давно с этими с глушилок работать начали? Ну вот, почти. Они меня чем замолили? Напели, что, мол, опыт мой поможет жизни метро сберечь. Про ветерстанции, посты наблюдений за миграцией монстров рассказывали. Ну, я и верю, надеялся. А два месяца назад они людей на аврору мою погрузили. Потом охрана их вывела. А вернулось уже без них. Подвезли, говорят, до станции дальней. А станция-то там с войны еще заварена. А потом я один как-то возвращался. Буровоз остановил и нашел тех людей. Там ведь и дети были. В общем, они скоро поняли, что видел я котловак. И давай мне про шпионов к бомжам ездить. И вы поверили? Ну как? Сначала показалось, проще будет поверить. А потом сорвался. Тогда самист мне прямо и говорит. Расскажешь, кому мрут все, кто слышал. Если надо, и всю станцию на тот свет отправим. Так вот и ездил с тех пор. Стараясь в ту сторону не смотреть. А когда вы появились, и Артем потом, я понял. Все, теперь они один. Ну как такое в себе держать? Теперь понимаю, почему вы тогда нам помогли. Спасибо. Да чего уж тут. Дай бог выйдет из этого, что попутное теперь. Да. А вам за город паровозы приходилось водить? Нет, дочка, не приходилось. Я ведь машинистом метропоезда был. Служил мы кольцевой. Да, муторное дело. По кругу и по кругу, по кругу и по кругу. А там что ехать-то? Раньше всю кольцевую проехать меньше часа. Вот и. Артем, слушай, сходи хоть воздухом подыши. Без противогаза. Ты же всегда об этом мечтал. Простите, что прервала. Да ну шо ты, Аня. Мне тут и до рассказать-то всего ничего осталось. Жена против была. Жена против была. Эти двое. Я как с ней не заведу про железную дорогу. Про мечту свою. Она потом месяц со мной не спит. Протестует. Да. А Москву как накрыла. Татьяна, Татьяна моя, Сашлика-младший тоже. Я был на службе. Иришка ждала меня в метро. С курсов возвращалась. Так мы вдвоем и выжили. Но в конце концов я и ее потерял. Туберкулез. А, такие дела. Вот я машину веду, а сам с Татьяной моей разговариваю. Что, Таня, все-таки не удержала ты меня. Вот он я. На настоящей железной дороге. Машинистом. Эх, да не лучше, а прости, чтобы я расчувствовался. Ну что вы. Это вы меня простите. И спасибо, что рассказали. Артем, а там партия в музыке какая-то сказала. Артем, давай так, что вы в этом говорили. Да, я тебя не останавливал, когда ты лахал, наверное. Да, отговаривал. Да, и говорил, что мы не единственные, кто выжил. Но у меня самого, у меня допуска не было. Это государственная тайна, ясно тебе? Мне только после нашей обороны Д-6 допуск дали. Сказали, будешь наших обучать. Потому что война продолжается. Что, думаешь, я сам не охренел? За что тогда наши парни в Д-6 полегли, а? Ноги свои, за что я отдал? Но я понял, потому что война, потому что секретность. И парни наши мы поняли. И ты пойми. Что, неужели ты не разболтал бы всем и каждому в метро? Ты ж бляха промекай. Тебе людей наверх из пещер надо вывести непременно. Романтик ты хренов. Думаешь, ты бы кого-нибудь спас? Что вы с глушилкой натворили? Сейчас, может, Москву раскрыли из-за вас. Сейчас, может, ракеты на подлете. В общем, что бы они там про меня не думали, я не дезертирую. Я им никогда не буду, ясно? Если надо, я готов ответить за все. Но если есть хоть малейший шанс получить прощение, я его заработаю. И значит, нам, как споткнувшемуся бегуну, просто чтобы не упасть, надо бежать еще скорее. И не дай бог тебе еще раз поставить нам всем под ножку. Понял? Надеюсь, что так. Ну, теперь нам хоть ясно, куда бежать. Так что можешь вернуться в рубку и взглянуть на катку. Примерно маршрут уже есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо же, нашел. Спасибо, Артем. Сразу веселее стало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сумас! Что, Моисей наш? Чаешь, какой воздух без намордника сладкий? Или не сладкий? Сколько у него оттенков, вкус это всякий. Странные чувства, да? Помню, как ты нам рассказывал, что на Останкинской башне противогаз. Когда по темным ракетам шедера. Тогда воздух, небось, горчил? Но как знать, Артем? Если б ты тогда ракеты не пустил, то и на башню вынимают. И сигнал тот баранин должен услышать. Жень, знаешь, странная вещь. Одна случайность, другое склонно, как звенья цепит. И ты тащишь эту цепь из темного колодца. Звенья появляются по одному из темной воды. А что дальше в ведре? Чего в конце придется испить? Вот она, загадка. Я вот часто, как выбор, какой долго думал. У каждого поступного будет последствия. Не брозит цепь. Не гибайтесь в медорогу противо дна. Вот и каково. Но чувство тебя Моисеем за цепь потянувших. Ладно. Глупо человеку всю жизнь чужие приказы исполнявшему. О таком думать, да? Ну так на то я и идиот. А вот что будет на конце твоей цепи, все же интересно. Слушай, если радиации нет, получается, мы теперь всех из Москвы вывезти можем. А не важно, какая радиация, товарищ американец. Жителям Москвы придется остаться в Москве. Почему в самом деле? Совсем мало отъехали, а радиации нет. Это у вас в Америке может так все просто. А у нас тут все всегда очень сложно. С утра мы герой метро, а к вечеру уже вредители и шпионы. И это еще до того, как поезды в подарокос отправили. А все почему? Потому что теперь мы знаем кое-что, чего раньше не знали. То, что считали правдой, оказалось ложным. И только за это, с которого так и чувствовали. Ну и что? Ну вот начальство Ганзы, наверное, знало, что тут можно жить. Но люди простые ведь не знали. Мы скажем им, кто тогда захочет остаться в метро. Скажем, да если они ради своей правды баб с детишками чайную сороку проворачивают, то уж тебя-то, дядя, самый подавно скорчат. Вернуться не как-то, а радио тоже. На том лучшинке и стоят. Ну или как? Прорвался ты, Рэм, атакой в метро. Намет на них истину. Все тебе, конечно, с вами поверили, и говорят, ой, мы сей валим из этого странного гиперта. Ты представляешь, сколько людей за его погибло. Представь себе население средней станции. Даже если Ганза стрелять не станет. Куда они дойдут? До первого гнезда на Сочее. Это мы тут вигачим на Восточном Экспрессе в рассветное солнце. А там будет другая конца. А если организовать эвакуацию? Кто это сделал? Ганзейцы, которые нас 20 лет в катакомбах одержали? Или мы с тобой? А ведь надо не просто из Москвы вывезти, а и привезти куда-то. Где-то поселить, чем-то коррели. Нет, брат. Я тебя понимаю, но тут все явно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Да, просто воздух чистый. Дышать можно. Я обрадовался. Так это что вышло? Полковник знал, все получается. Но ему по званию как бы положено. Он же с Ганзой договаривался. Куда бы без них после Д-6? Кто нам оружие дал? Кто личный состав доукоплектовал? А нам с тобой, брат, не положено. Наше дело маленькое. Думать о хорошем и не давать дуракам в метро друг друга истребить. То, блин, если не мы. Неприятный этот человек, идиот. Слишком умный. Слушай, Танил, я думаю, а как далеко бы он едет? А я знаю, противогазы не нужны. Дорога через всю страну. Красота. Едь не хочу. Надо и вон таму тысячи две километра вроде. Нет, я не поэтом. Горючее. У нас на сколько хватит? Сколько машин нет? А, ну, жрел, конечно, будь здоров, знай, кидай. Но это уголь. Его на каждой станции должно быть запасено. А если не найдем, так и на дровах можно. Чего погрустнел, да, нет? Да я, дурак, фильтров как раз накупил. Мог за те же патроны сухпая на полгода взять. Или химзуновую. Еще и пер их на горбу. Габрал соловьем разливался, мол, Береец, а бас-харман не тянет. Ты еще на сдачу книжку мне в сутье. Цитаты председателя. А че за писатель такой, кстати? Ноу. Ну вот, я как дебил с книжкой этой дурацкой, да фильтрами и поехал. А то там как раз патроны заводские пригодились бы. Мало ли кого встретим. Ну вот зря ты так прокурил. Как минимум, там полезные мысли на все случаи жизни. В особенности по части войны с империализмом. Вдруг с ними драться по дороге придется. Хотя пока чуть другая драка не приключилась. Точно. Аня не на шутку разозлилась. Хотя, может и зря. Полковник тоже вроде не все понимает. Как, по-твоему, кто прав? Кто? Кто не ошибается. А кто не ошибается? Кто никогда ничего не делает. И не говорит, понятно. Да я не о том. Сейчас кто прав? Все правы, брат. И все ошибаются. И чего я спрашивал? Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают. Огорчаюсь, если я не понимаю людей. Субтитры сделал DimaTorzok После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямонтау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорываться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Субтитры создавал DimaTorzok К Flёв就길도 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...